Закупка более сотни единиц современного оборудования, строительство поликлиник, приток новых врачей и раздача населению бесплатных льготных лекарств на полмиллиарда рублей. Такие достижения в сфере здравоохранения озвучил на минувшей неделе глава химик Дмитрий Волошин во время своего обращения к жителям города. Подводя итоги, руководитель муниципалитета рассказал и о новых планах на 2020 год. Здоровье – первое, что волнует каждого человека. В 2019 году мы открыли две поликлиники на Новокуркинском шоссе и на Левом берегу. На подходе детская поликлиника на сходне на 200 посещений и поликлиника на улице Родионова на 200 мест. Сегодня поликлиника на улице Родионова-1 на заключительной стадии строительства. Здесь будут наблюдаться мамы с детьми до одного года. Также в новом здании будет работать женская консультация. По словам главного врача Химкинской областной больницы, аналогов новой поликлиники в Подмосковье нет. Очень красивый проект. У нас получается все задуманное. Это большие просторные помещения, удобные кабинеты. Наличие всех узких специалистов как для женщин, так и для детей. Причем поликлиника детская будет находиться на первом этаже и полностью отделена от женской консультации и кабинетов осмотра женщин. На финальной стадии завершения и четырехэтажная детская поликлиника в Сходне на улице Мичурина. Рабочие завершают наладку инженерных систем, расставляют мебель и медицинское оборудование. В ближайшие дни здесь проведут генеральную уборку. Современная поликлиника включает в себя кабинеты физиотерапии и офтальмологии, лора, стоматологии и другие. Будут работать четыре терминала электронной записи, столовая, а также комната пребывания детей. Это будет первая самостоятельная поликлиника для детей, отвечающая всем новым требованиям. Хорошие условия, хорошее оборудование, современное здание, где удобно будет работать нашим сотрудникам, ну и удобно будет приходить мамам с детьми. Более комфортные условия и зона ожидания. По предварительным данным, новая детская поликлиника в Сходне откроет свои двери уже этой весной. В день в ней смогут принимать до 200 маленьких пациентов.